Всем привет! Меня зовут Шаша Швец, я являюсь директором по продукту системы автоматизации Merlin. Мы уже очень много лет занимаемся автоматизацией, и хотите верьте, хотите нет, но это очень плотно связано работой с данными. И я могу сказать, что мы, наверное, не одну собаку уже съели на этом деле, и хочу поделиться нашим опытом, хочу вам рассказать о том, к чему мы в итоге пришли, чтобы вы могли этим пользоваться, вы могли извлечь максимальную пользу из тех данных, которые у вас сейчас есть. Ну и пока все возвращаются еще с перерыва, хочу начать с такой немного провокационной цитаты. Наверняка многие из вас ее слышали. Она говорит о том, что data science, то есть ученые по данным, это самая сексуальная профессия 21 века. И вот эта цитата, она из Гарвард-ревью еще 2013 года, но я думаю, что ее будут повторять и повторять и повторять каждый год 21 века. Это действительно так. И здесь кроется одна на самом деле проблема. То есть когда мы вот говорим data science, мы сразу думаем там big data, это вот огромные такие какие-то дата-центры, где там ходят ученые в белых халатах, они разрабатывают какие-то невообразимые алгоритмы, которые никто не понимает. Но на самом деле, мне кажется, это приводит к тому, что некоторые вот наши рекламодатели, агентства, они начинают комплексовать. Они думают, не слишком ли маленькие у меня данные? То есть кто считает, что у него слишком маленькие данные для того, чтобы делать какие-то крутые штуки? Ну не стесняйтесь, я понимаю, сложно в этом признаться, очень сложно, но вот я смотрю, потихоньку руки поднимаются. В общем, кто тоже не сознался, главное не переживайте. Размер данных не имеет значения, главное их правильно использовать. И возможно это будет тоже каким-то таким продолжением доклада data science на коленке, но вот сегодня я вам расскажу, как действительно можно использовать, как это делаем мы. Ну прежде всего, дам такую немножко совсем теоретическую врезку, какие вообще типы данных существуют у нас, да, какие мы типы данных разделяем в маркетинге. Есть вот данные, с которыми вы прекрасно работаете каждый день, то, что вы хорошо знаете, это данные самой рекламной площадки, данные сторонних систем, систем аналитики, каких-то DMP. Это вот то, что вы прекрасно знаете и прекрасно умеете с этим работать. Но вот то, что у нас находится ниже, это такие условно оффлайн данные, и мне кажется, что они сейчас сильно недооценены, и, к сожалению, мало кто с ними умеет правильно работать. Поэтому сегодня я хочу как раз про них вам рассказать. Ну и начнем мы, выделяем мы общественные данные, которые говорят о погоде, например, новостях, ТВ, радио, эфире. И это вот непосредственно свои данные, это данные вашего бизнеса, с которыми, к сожалению, тоже до сих пор многие не очень хорошо работают. Вот, ну начнем мы прежде всего с общественных данных. Я вам расскажу тут несколько интересных историй о том, как вообще это все происходит. Есть такая история, мне рассказал на самом деле товарищ, который пять лет назад работал в рекламном агентстве, и у него был замечательный клиент. Он продавал снегоуборочные машины, такие комбайны. И вот со стороны клиента там был такой суровый дяденька из 90-х, и он сам занимался этим бизнесом. И когда вот сезон, когда шел снег, он все время смотрел там, как вообще, что происходит за окном. Как только шел снег, он проверял сразу, идет ли его реклама в Яндексе. Думаю, всем знакома эта ситуация. И если он вдруг не находил ее, он тут же звонил моему товарищу, материл его самыми последними словами, и ему ничего не оставалось делать, как брать, включать рекламу, повышать ставки, в общем, делать то, почему реклама не показывалась. И, в общем-то, на мой взгляд, это один из первых таких успешных кейсов в России по синхронизации с погодой. Но, конечно, наверное, не хочется, чтобы это именно происходило так. Поэтому, вот как уже промышленное решение, мы сделали совсем, конечно, по-другому. Наверное, вы слышали кейсы, например, из e-commerce про синхронизацию с погодой. Мы вот выбрали клиента из сферы услуг, о которой хочу рассказать. Это клиент такси. На самом деле, мы не с пустого места это взяли. Мы взяли исследование Нью-Йоркского исследовательского института, которые взяли открытые данные того же Нью-Йоркского такси и пришли, наверное, к ожидаемому выводу, что когда идет дождь, когда у нас плохая погода, у нас количество вызовов такси увеличивается в 2-3 раза. И на самом деле, мы проверили по данным нашего клиента, это действительно так. Но самое ужасное, эта информация никак не использовалась. Поэтому что сделали мы? Ну, мы посмотрели, конечно, не стали сами слушать погоду, смотреть за ней, наблюдать. Мы выбрали подрядчиков, с которыми мы работаем. Ну, вот один из тех, который нам понравился, это Open Weather Map, который дает информацию о погоде по всему миру. И вот данные оттуда, они автоматизированно попадают в систему Merlin, и вот уже там происходит немножко магии, там происходит работа алгоритмов, работа правил. Эти данные непосредственно уже в удобоваримые площадки попадают в виде, и реклама доставляется пользователям. То есть вот здесь вот цепочка очень длинная и довольно простая. Ну, и как это происходит? Например, в случае такси мы делали совершенно два разных креатива. То есть у нас есть обычный креатив на обычную погоду, когда у нас там солнечно, все хорошо. Есть специализированный креатив на дождь. Как вы думаете, вот если вот так вот персонализированно обращаться, сейчас за окошком идет дождь, тебя спрашивают, а не хочешь промокнуть? Давай вызови нас, мы тебя от двери до двери доставим. Как вы думаете, где конверсия больше? Ну, правильно, про дождь больше. И на сколько? Ну, вот так вот. Ну, вот, да, на самом деле, кто два-три раза говорил, что действительно там где-то ближе-ближе к трем. То есть вот разница колоссальная. При этом мы не делали никаких вложений там, ни денег, ничего. Просто мы добавили еще один источник данных. И так вот это работает. И при том, что это вот не такая нелицеприятная история, которую я рассказывал вначале. То есть тут ни одного человека не страдает, ни один человек не наблюдает постоянно за погодой. Все делается автоматизированным, все делается роботами. Ну, еще немножко расскажу, прежде чем переходить к другим кейсам, как это вообще работает внутри. По сути, любую систему автоматизации, интернет-рекламы, в том числе и Merlin, можно представить в виде такой системы обратной связи. Мы загружаем в нее KPI. Там дальше идет обработка. Происходят действия работы алгоритмов, правил управления. И мы на площадку выражаем ставки, бюджеты, статусы, креативы. В общем, то, что у нас есть. Естественно, есть обратный обработчик, который собирает данные по эффективности. И с помощью этих данных уже корректируется вот этот вот наш рекламный сигнал. Но проблема в том, что наш мир, он слишком многогранен. Он слишком такой стахастический. И вот эта вот замкнутая система сама по себе, она работает очень плохо. Поэтому что мы сделали? Мы просто добавили еще один источник вот в этот алгоритм управления, когда мы можем брать внешние данные. Причем совершенно неважно, какие это данные. Я вам об этом сегодня расскажу. И многих тоже может сложиться впечатление, что это все равно там слишком сложно. Это вот какие-то системы. С точки зрения там пользовательского интерфейса, это очень просто. Вот тот же фит погоды, это просто, по сути, его можно представить в виде таблички. Есть колонка с городами, есть колонка с температурой, там с типой погоды. И, в общем, любой такой фит, который у вас есть, его можно настроить в несколько кликов. После этого его можно использовать в любом инструменте управления. Для погоды мы его использовали в инструменте синхронизации. Его можно использовать в управлении ставками, в управлении бюджетами, в управлении бог знает чего. то все, что есть у вас автоматизировано, все, что у вас есть. Ну и если говорить про общественные данные еще, то, конечно, есть кейс с расширением ТВ-эфира. Понятно, что у нас ТВ-эфир не целевой совершенно, но если мы начнем синхронизировать его с интернет-рекламой, мы можем добиться значительно большего. И то, что мы делаем, естественно, мы тоже не сами слушаем эфир, мы выбираем подрядчика, который делает это за нас. Но цепочка немножко усложняется. Если у нас в погоде был просто подрядчик, и это проходило, то здесь есть еще второй путь, когда эти данные проходят через телек. То есть на телеке показывается реклама, тут же по цепочке еще в другую сторону мы показываем это уже на мобильном устройстве, например. Ну и наверняка многие из вас слышали вот этот вот кейс про Сбербанк, когда Сбербанк по телевидению показывал рекламу автоплатежей, и вся вот польза этой рекламы была в том, что тут же показывалась там в одноклассниках реклама, что вот воспользуйся этой услугой. То есть телезритель услышал это по телеку, и тут же у нее есть возможность в телефоне нажать, да, я хочу это, я хочу воспользоваться этой услугой. В два-три раза увеличилась конверсия. Ну и новости. Понятно, что нельзя тоже это обойти. Вот футбольная тематика, она сейчас тоже особенно актуальна. Тоже эту систему, это мы получаем автоматизированно. Нам не нужно там в 10 часов как-то смотреть, следить за результатами матча. Мы спокойно себе пьем пиво дома, смотрим футбол, и в этот момент работает система, она собирает данные о том, как закончился матч, и уже понятно, что показывает. Показывает там носовые платки, и что нужно плакать, либо там какой-то товар для счастья. Как можно отпраздновать там безалкогольную водку и так далее. Но это вот то, что касается общественных данных. Но при этом, что странно, что вроде бы свои данные, они как-то ближе, но при этом вот, наверное, тоже из-за какого-то комплекса маленьких данных очень часто они не используются. И вот я для начала просто приведу пару примеров, а потом расскажу очень обширный такой кейс. Вот один из примеров таких данных, у нас есть клиент по вызову врачей на дом, и мы синхронизируем эту рекламу с количеством свободных врачей. Потому что особенно в эпидемии невозможно спрогнозировать, когда у нас есть свободные специалисты, которые могут выехать, а мы показываем там рекламу, когда их нет. Или когда у нас их слишком много, нам нужно срочно усиливаться. Вот, и это мы делаем. Другой пример, он тоже вот из такой сферы услуг, когда у нас есть клиенты школы иностранных языков, и тоже предугадать распределение людей по группам совершенно невозможно. Если вдруг из какой-то группы обучения отваливаются люди, просто становится нерентабельным содержать преподавателя. Мы с помощью синхронизации делаем индивидуальные предложения именно по каждой группе. Мы знаем, что нам нужно вот сюда дать персональную скидку, и мы показываем такие объявления. Но это вот кратенько. То, что я вам хочу рассказать, такой большой объемный кейс, мы делали его с рандеву. Я думаю, что наверняка многие из вас ходили в этот магазин, возможно, что-то покупали. Но вот для того, чтобы вы представляли вообще масштаб проблемы, рандеву — это более 50 магазинов оффлайн, и это огромнейший интернет-магазин, через который делается более 80 тысяч заказов в месяц. И что интересно, рандеву добивается того, что 98% предложений являются персонализированными. То есть они так или иначе используют данные о своих клиентах для того, чтобы сделать им предложение. Но при этом, на мой взгляд, 98% — это не предел. И то, что мы проанализировали ситуацию, то, что мы посмотрели, что есть еще одна колоссальная боль, которая сейчас никак не решается. И мы ее решили. В чем эта боль? Ну, представьте себе, вот девушка. Вот сейчас пришло лето, она смотрит, ищет какие-то модные коллекции, какие сейчас туфли в моде. Естественно, она поискала, мы так или иначе в какой-то момент с ней пересеклись, и мы начинаем ее догонять, мы начинаем ее приводить к целевой покупке. Мы там начинаем делать ретаргетинг, ремаркетинг, все вот это, чтобы она пришла к нам и купила. И мы прям вот ее доводим уже до заказа, она у нас там положила все в корзину, и тут бац, мы теряем эту девушку. Но на самом деле нет. На самом деле она просто пошла в офлайн, решила померить туфли в магазине и купила их там. Другой обратный пример. Наоборот, она сначала ходила по торговому центру, она смотрела, выбирала, выбрала, ну, что-то не было там, либо с собой денег не было, может быть, размер не подошел. Бац, мы тоже ее потеряли. Хотя она потом пришла в интернет, и она купила вот те туфли, которые она выбрала. Понятно, что это как в интернете, цепочки, они многоканальные, они много-много-много последовательности. Бывает, что наоборот, сначала был офлайн, потом онлайн, потом офлайн, и здесь вот прям два раза бац, мы два раза ее потеряли. И мы теряем вот так вот клиентов постоянно. Что же делать в такой непростой ситуации? Ну, понятно, что, наверное, ответ очевиден, что нужно больше следить за своими покупателями, нужно больше знать, где они находятся, что они делают. Ну, и мы, конечно, проанализировали опыт западных коллег, что вообще сейчас происходит. Есть, по сути, вот три таких основных технологии. Это GPS, Wi-Fi и биконы. У всех, у каждой из этих технологий есть свои плюсы, есть свои минусы, свои недостатки, но мы выбрали, нам очень важна была именно точность позиционирования внутри помещения, внутри уже магазина, торгового центра. И, по сути, эту точность нам давали только биконы. Кто-нибудь не знает, что такое биконы? А кто знает? Ура! Как много людей. Вот. Ну, хорошо, что вы об этом знаете. Действительно, это вот прям такая трендовая вещь. И если вот посмотреть на исследования западные, то более 400 миллионов биконов будет установлено в Штатах, например, уже к 2018 году. Это прям, правда, колоссальный объем, который говорит о популярности этой технологии и то, что у нас наверняка она будет не менее популярна. И что он все-таки представляет этот бикон, для тех, кто может все-таки не знает, что это вот такой вот маленький маячок, такой камушек он в виде, в который мы можем поставить магазин, и в интерьере магазина он совершенно неразличим. При этом он передает Bluetooth сигнал, и мы доработали приложение, чтобы приложение, оно вот эти вот сигналы засекало. В итоге нам это дает то, что мы можем определить положение покупателя, где он находится до нескольких сантиметров. То есть у какой витрины он стоит, какую сейчас он смотрит обувь. Более того, мы можем с помощью этого делать персонально. Мы можем делать навигацию по магазину, говорить, где сейчас актуальные скидки и так далее. Но самое главное, что после того, как мы даже уже пилотный проект сделали, после того, как мы поставили эти маячки в магазине, при всем том скепсисе, что да, что там не у всех включен Bluetooth, не все там установили, залогинились приложение, мы за одни выходные поймали более 400 человек в одном магазине. И это просто перевернуло весь мир, потому что мы поняли, что появились новые конверсионные цепочки, что это за конверсионные цепочки. И только на основе этих данных мы поняли, что реальный конвершен рейт, на 26% больше. То есть мы восстановили вот эти все пути, которые были. И это только до оптимизации. После того, как мы поняли, где нам что нужно оптимизировать, после того, как мы наавтоматизировали это, мы подняли в итоге конвершен рейт на 41%. И в объемах рандеву на самом деле это огромное количество. И это не все даже на самом деле. Вот сегодня Яндекс анонсировал свою аудиторию. Это прекрасная возможность для того, чтобы делать вот такой вот оффлайн-ремаркетинг. Мы абсолютно точно знаем, когда к нам приходил покупатель в магазин, и он, возможно, что-то не купил. Мы можем теперь догонять персональным предложением в интернете. То есть мы знаем, что он пришел, не купил, что он смотрел. Это отлично. И, ну, так в завершении расскажу о наших планах. Естественно, мы на этом не будем останавливаться. Сейчас эта система стоит далеко не во всех магазинах. Мы будем расширять зону покрытия. Мы будем делать больше мотивации для того, чтобы люди больше ставили себе приложение, больше логинились с ним. Без этого эта система работать не будет. Естественно, Wi-Fi не дает такой, например, точности, как дает Bluetooth, но в сочетании с ним тоже можно делать интересные истории, и мы будем это тестировать. Ну, и, наконец, как я еще раз говорю, что 98% персональных предложений — это не предел. Его нужно доводить до 99, 9, 9, 9, 9 и так далее. Вот. Это то, что я хотел вам сегодня рассказать. Ну, и подытожив вообще, какой месседж я хочу вам подать с моим докладом, что главное — не задумывайтесь о том, какой размер у вас данных. Главное — используйте их правильно, используйте их креативно и автоматизируйте это. Чем больше вы будете это автоматизировать, тем больше у вас будет времени на креативность, и наоборот, чем больше вы будете креативить, тем больше вам будет что-то савтоматизировать. Успехов в этом непростом деле. Вот. Спасибо вам большое. Если есть какие-то вопросы, то готов на них ответить. Спасибо, Саша, огромное. Я уверен, что вопросы будут. От меня лично большая благодарность, потому что историю про погоду мне приходилось несколько раз рассказывать, ссылаясь на какие-то зарубежные истории, ну, там классика, вот. Гостиницы в аэропортах, когда из-за погоды отменили. Наконец-то есть российский кейс, с тобой доложенный, вот со ссылкой на доклад на конференции. Очень клево. Вижу уже вот там поднятые руки, начали с зала. Слышно, да? Да. Здравствуйте. Сориентируйте, пожалуйста, по цене вопросов для розничных магазинов, чтобы под ключ был. Вся эта система, начиная от счетчиков и заканчивая вашими услугами. Ну, я скажу честно, мы пока не делаем промышленного решения, и наш бизнес, он заключается скорее в автоматизации именно интернет-маркетинга. То есть мы автоматизируем то, что происходит онлайн. При этом нам понятно, что нам в онлайне уже стало тесно, и мы собираем как можно больше вот из этого оффлайна. То есть если об этом раньше только говорили, то мы реально сейчас начали это делать. Но при этом мы не хотим становиться вот таким вот интегратором, который будет приходить в оффлайн-магазины и делать что-то в оффлайн. Промышленного решения пока этого нет. Пока мы занимаемся больше консалтингом наших клиентов, мы рассказываем, как это можно сделать. Они уже покупают себе биконы, они дорабатывают свои приложения и делают так, что это попадает в их CRM. Мы уже забираем эти данные из CRM. Поэтому по цене вопроса вот такого готового решения нет, поэтому я не могу сказать цену вопроса. Это нужно вот именно смотреть, сколько будет стоить для вас. Давай на эту сторону зала. Вот я вижу, передают микрофон. Вот микрофон дошел до девушки. Здравствуйте. Предыдущие спикеры говорили о геолокациях. Вы теперь говорите о расположении клиентов в магазине. Это прекрасно. Но мой вопрос касается такой вещи. Как вот это все, о чем вы говорите, может быть интегрировано, связано с augmented reality? Ну то есть с какой-то наложенной реальностью через девайсы или носимое устройство, или что? Вы как-то себе это представляете? Или как? Если да. Это вообще, конечно, отличная идея, потому что это тоже одна из таких трендовых технологий, которые сейчас происходят. Ну вот что-то, что я о чем, наверное, сейчас могу рассказать, тут можно только пофантазировать, что те же самые персональные предложения, та же самая навигация, вот с тем, что мы знаем, где конкретно сейчас находится пользователь связки, можно сделать значительно много больше интересных вещей. Но это вот на уровне каких-то таких концептов. Пока кейсов нет. Спасибо. Вижу вопросы вот там, в той темной для нас части зала. Представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте, Александр. Меня зовут Владимир. Такой вопрос. Для e-commerce очень актуальная тема ваша система. Знаю, что у вас есть множество конкурентов, там, Alitics, E-Lama и так далее. Мы их тоже как бы изучаем при выборе системы. Вот. Они как бы тоже говорят, что в той или иной мере вы являетесь их конкурентом или они являются, ну, то есть вы где-то граничите. Вот. Хотел узнать, сравнивая эти системы, мы увидели, что вы работаете с наиболее, так сказать, у вас больше всего площадок, с которыми вы можете автоматизировать рекламу. Это, безусловно, привлекает. Как вам удалось добиться по сравнению с ними такого количества площадок? Вы начали раньше или вы просто круче? Я не знаю. Почему такой как бы разрыв, что у конкурентов там две площадки, там, Direct и AdWords, а у вас там Маркер, GDN, Direct, AdWords, там все подряд, вообще все есть, даже бегун есть. Да, мы до сих пор его поддерживаем, между прочим, правда. Максима. Ну, наверное, не совсем этично мне сейчас со сцены говорить о каких-то различиях, чем мы лучше. Я могу сказать, что мне очень повезло с командой, у нас действительно крутейшая команда среди всех. Я безумно и благодарен, я думаю, что это залог нашего успеха. Вот, наверное, мой ответ будет таким. Спасибо большое. Мы на некоторое время уйдем на вопросы из онлайна. Вот вопрос, который, я бы сказал, теоретически мог бы быть от инвестора, но у человека подозрительный для инвестора Ник Толяныч. Толяныч спрашивает, сколько стоит Мэрилин? Ну, на самом деле, Мэрилин это прям вот целая платформа и у нас есть очень много историй, которые мы делаем для наших клиентов. Если вы приходите просто за стандартной функциональностью, то это небольшой процент от бюджета. Вот там, вот, если вы хотите делать какие-то вот интересные кейсы, которые я вам рассказывал, то это уже обсуждается обычно индивидуально, потому что мы всегда готовы к интересным интеграциям, к интересным кейсам. Спасибо большое. Вопрос от прекрасного совершенно человека в онлайне. от человека, который я хорошо знаю, как прекрасного человека в оффлайне, поэтому мне приятно сейчас получить вопрос в онлайне. Олеся Горкуша, привет тебе большой, вот персонально передаю. А твой вопрос задаю, Саша, как выглядит обычно предложение пойманному в оффлайне клиенту? Это пуш в приложении, это смс, какие есть варианты? Ну, на самом деле, нужно разделять, то есть, есть два типа этих предложений, одно вот, которое появляется, можно сказать, онлайн, когда человек заходит в магазин, сразу его приложение поймало маячок, что он зашел, и тут же ему приходит уведомление от приложения, что вот, ну, как обычно, я не знаю, как у вас от Фейсбука приходят уведомления, точно так же приходят там от приложения магазина. Вот, это первая история. А вторая история, это когда мы вот именно делаем ремаркетинг, когда мы поняли, что человек, вот он был в оффлайне, ничего не купил, то мы потом уже через связь с СРМ мы загружаем эти данные на площадку, ну и, собственно, это выглядит уже как там обычная реклама в зависимости от площадки, от формата там и так далее. Уточнение вопроса от Толяныча, прошу прощения, Толяныч нормальный человек, а не инвестор. Он спрашивает на самом деле, сколько стоит Мэрилин для онлайн-бизнеса, то есть, сколько стоит вами воспользоваться, а не сколько стоит вас купить. Сколько стоит ничего? Для онлайн-бизнеса, вот сколько надо вам заплатить, чтобы получить такое счастье? Ну, я говорю, что в среднем это пара процентов от бюджета. А, то есть, это просто реально комиссионная история, а не какой-то фикс. Ну, у нас есть, на самом деле, это как удобнее. Мы можем пересчитать примерный фикс, но на самом деле, вот, чтобы как-то ориентироваться, чтобы понимать объемы, с которыми нам нужно работать, обычно бюджет наиболее показательный. Понятно. То есть, вот, вечная истина уже была озвучена, вам в любой непонятной ситуации свяжитесь с нашим менеджером. Ну, это действительно так, потому что мы вообще постараемся индивидуально ко всем подходить, то есть, мы, я не скажу, что в полной мере, что можно здесь вообще супермассовый сервис делать, поэтому мы всегда делаем под каждого. То есть, вы хотя и не искусственный интеллект, но персонализировать тоже умеете, это прекрасно. Вопрос технологический. Вы говорили про биконы и позиционирование до метров. Это сколько же биконов нужно? Ну и резонный вопрос. А не слишком ли это все заморочено и нафига это надо? Ну, если для вас это слишком заморочено, то, наверное, вам действительно это нафиг не надо. Если вы хотите это делать, то нужно, на самом деле, на вот один магазин, там стандартный, обувной, вы себе представляете, там достаточно несколько биконов. То есть, Bluetooth достаточно сильный сигнал, и он действительно до нескольких сантиметров относительно там нескольких маячков может работать. по сути, это вот представляете, как GPS в миниатюре. То есть, у GPS тоже не слишком уж там дофига спутников, но при этом он покрывает всю землю. И для одного магазина, на самом деле, вот нужно несколько маячков всего. Спасибо. Вот теперь я вижу уже в зале вопрос здесь на первом ряду. Здравствуйте, Максим зовут. У меня тоже вопрос про маячки. Вот вы привели, в пример, все-таки достаточно как бы крупную компанию, рендеву, ей попроще все-таки заставить людей приложение установить. Как быть маленьким Брэдом, который никак не заставит приложение свое установить большое количество пользователей? Пробовали ли вы какие-то альтернативные способы, что-то типа там мобильных кошельков, потому что они тоже дают способ воспользоваться такими технологиями? Да, я согласен. Действительно, есть проблема, что вот у меня там такая вот стопка там карточек лояльности, если я буду столько же устанавливать себе еще приложение, ни один телефон этого не выдержит. Но я думаю, что пока мы просто еще в начале этого пути, и действительно появятся агрегаторы, появятся приложения, которые будут работать со многими магазинами. И тогда вся вот эта вот информация, все эти персональные приложения будут идти через агрегаторы. На данный момент, к сожалению, да, нужно как-то мотивировать давать такую ценность пользователю, чтобы он поставил именно ваше приложение, а не приложение там какого-то конкурента. Ну, мы пробовали, общаемся, там не все так просто. В общем, кейса нет пока. Саша, вопрос вот здесь, с третьего ряда. Да, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, про кейс-рандеву. Там не про деньги, окей, но интересно тогда, сколько времени занял проект от входа там, ну вот от какого-то предложения, да, от концепции, до реализации, до отчетов, до понимания там, что это дало, вот, и сколько человек работало над этим проектом, там, код, управленцы, ну вот, просто масштаб понимать вообще. Спасибо. Ну, скажем так, как всегда, больше всего занял этап каких-то согласований, то есть, если там от, наверное, от того момента, как мы презентовали это клиенту, ну, наверное, прошло несколько месяцев, даже, даже побольше, но не меньше, чем полгода. Но это как раз вот то, чтобы поднять всю эту махину, особенно там, если большая компания, чтобы понять, что, к чему мы хотим прийти. Потому что после того, как было все это понятно, сами работы, они заняли уже меньше месяца. На самом деле, я говорю, что ничего в этом сложного нет. Нам со стороны, допустим, нашей системы вообще ничего дорабатывать не пришлось. То есть, доработки были именно на стороне CRM клиент, на стороне приложения. Вот. Ну, и это делалось, в общем-то, штатными специалистами, которые работают у клиента, которые поддерживают приложение, которые поддерживают CRM. Спасибо большое. Я подозреваю, что на этом я закончу принимать вопросы к Сашному докладу. Саша, спасибо. Спасибо. Спасибо за волшебную палочку.